Доброе утро! Вы на канале Черновый. Что? Не переключаемся. Дети в саду, дети в школе, с нас уже приехали на вирши. Пить кофе. Пить кофе. Есть! Бери, бери, бери. И мне одно бери. Мне с изюмом. И сделаем кофе. Я уже разлила кофе. И машинную пачку? Да. Так, что мы с самого утра уже здесь делаем? Мы едем красить волосы. Ты даже спрятала свои волосы? Я даже спрятала, потому что мне их надо было вчера помыть. А Валюша сказала, не смей! Не смей мыть волосы! Ну и я уже помыла. Давай я тебе открою дверь. В тиктоке мне показалось видео, где мужчина, если любит свою вторую половинку, он должен всегда открывать двери. Да, ты меня не открываешь, на самом деле. Я сама. Настало это время. Мне даже Макс открывает двери. Ну, Макс, это правильно. Мне нужно Макса учиться тогда. Да. Давай, залезай уже, а? Мой сын всегда носит за мной сумки. И если я несу по линиям подфель, он у меня его забирает. Молодец, правильно воспитывай мужчину. Опа! Пожалуйста. Все, едем. Это я вам еще не рассказывала. У меня можно приобрести вот такой ретинол серум и крем. У меня целая партия, целая коробка, но она уже заканчивается. Ну как заканчивается? Ну пол коробки уже разобрали. Очень хорошо берут. В инстаграме кто подписан, тот видел. Так что вот везут дальше. Еще такой наборчик. Мы снова, можешь открыть? Понятно. Мы снова не снимали. Вроде два дня, да? Мы не снимали. Да. Как-то мы после Риги отдыхали. У нас всегда, кстати, есть заметно, если мы где-то отдыхаем, куда-то поехали. Нам нужно подключать. День-два. Это рехабилитация. 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 Вот и высунем. Вот. Что у нас? Как вы? Я столько сделал добрых дел. С утра, кстати. Двери открыл. Сурочек открыл. Сурочек высунул. Это не сурочек. Еще и сел бы. Как у вас дела? Расскажите. Что нового? Как погода? У нас холодно на улице очень. Да? Нормальная сегодня погода. Мы привыкли, что у нас в сентябре было 22 градусов. А сейчас в октябре 10 и все. Ну, да. Так холодно, что нужно надеть зимние вещи, чтобы было тепло. А мне надо купить зимнюю куртку. И мне? А у меня есть. Больше никаких светлых курток на зиму. Нет, нет, нет. У нас важно черное. Максимка, кстати, нас сегодня уговорил опять же в садике быть только до обеда. Поэтому Настюшу я отвез в парикмахерскую. Салончик, там ей Настюши красят волосики. Сам поехал на объект, чуть поработал и уже я Максимку забрал. Как в садике? Все в порядке? Мы уже дома. Смотрите, какая красота. Чтобы получилось еще лучше, чем обычно. Хотя очень всегда у Валюши классно получается. Красно. Наболтались, напились кофе. И что? У меня будет обед. Вчера готовила вот такое вот мясо. Этот чайник шумит, если что. Мясо готовила с ананасом, с сыром. Овощей нарезала. Сейчас Кирушу тоже погрею. Он, думаю, будет с картошкой. Да, он с картошкой, я с овощами. Вот добавила себе еще лимончик бальзамический. Крем. Максик у нас дома. Ты в трусах, извини. Да, не снимай. Он в бадидасе. И смотрите, до сих пор не разобран чемодан. Что? Это все я. Я не люблю и всегда очень долго к этому готовлюсь. Да. Говори. Ты одедас? Я вчера ездила на базар и купила такие цветы. Скажите, очень красивее. И название цветов? Не знаю. Реально не знаю. Она сказала по-латышски, но я не знаю, как по-русски это. Но очень красивенькие. На базарчике такой, знаете, выбор осенних цветочков классный. Разные, разные. Реша не хочет снимать лог. Приходится мне говорить. Молодец. Ой, смотрите. Лития. Короче, отвезли Милена на маникюр. К Марисе. Зачем? Мы же здесь выиграем машину. Ну, один раз можно ли из этого? Нет. Мы там, это самое, участвуем. Мои? В лотереях. Ну, там дети смотрят мультики. Я сбегаю потом. А здесь, тем более, интернета нет. Ладно. Да, здесь нет интернета. В общем, дома нет еды. Кирюша заказал. Говори, что. Ну, куда ты так бежишь? Я не могу понять. Я заказал мясной салат. Да. Я очень хочу мясо-салат. Давно не ел мясо-салат. Почему салат с колбасой называется мясной? Оливье. Да, не знаю. Оливье тоже нет. Рос-соус. В Латвии это рос-соус, видимо. Ты куда? Я хочу пройти здесь по гуманитарке. А можно тогда мне тележку оставить? Я буду продукты брать. Давай вместе. Ну, тогда не убегай. Я не убегаю. Не убегай. Пойдем. Взяли специальную маленькую корзиночку для того, чтобы много ничего не покупать. Настюшка набирает огурцы. Настюша борется с морковкой. Выбирает самую лучшую. Смотрите, как я сегодня покрасили. Красота. Вообще лепота. У нас, видите, как ровненько-ровненько. Каждую прядь, каждую волосинку. Ну, супер-супер. Да, и блестят. Угу. Настюшка уже кинула яички в корзиночку. Берет салатик-микс. Салатик-микс. Салат-микс. Зачем готовить, Женька, салат? Если можно вот взять майя с салатом и все и поесть. Угу. Сосисоны. Видите, сегодня заказали на ужин? Сосиски? Нет, это только салаты заказали. А, это Максимкин заказ, кстати. Маринованный лук. Красненький. Ну, лень, да? Ну да. Лень. Мальчики собираются на тренировку. На футбол. На футбол. На футбол. Ты снимаешь, ты делаешь салат, а я снимаю салат. А что там снимать? Эммм. Картошка. На дне морковка. То есть, вот картошка вот столько. Никто, наверное, все не понадобится. Яйца. Здесь уже колбаску. Я не знаю, сколько мне надо. Колбаски. Огурцов сколько надо. Сейчас буду резать, смотреть, что еще туда надо. Ну, вроде все. И майонезик. Давай, 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 давай. Вот сегодня он, кстати, целый день. Папа, когда на футбол. Папа, когда на футбол. Хочу на футбол. Опа. Ну, заходи. Откроводи. Сама делай. Сама. Написано. Спортозалы. Давай. Так. Ну, в принципе, осталось это все дело, чтобы остыло. Дорежу сейчас баночку огурчиков. И будет готово. Пока мы были на футболе, да, Настюша уже почти полностью приготовила сама салат. Час и ноль. Она его порезала настолько мелко, что его надо рассматривать под микроскопом. Сейчас. Офигеть, Занька. У нас, Настюша, на вечерок вино. Так что сейчас салатик мы возьмем, наложим себе по маленькой порции и будем кушать и пить вино. Ну, ребят, с Новым годом. Репетиция Нового года. Да? Мясо салат. Почему это традиционно считается? Еще бы икра. Что? Мой футболист. Все в порядке у тебя? Да? Да. Вот. Салатик попробовали. Ой, слюнки текут. Очень вкусный получился. Ну, честно. Знаю. Вроде все одни и те же ингредиенты берешь и никогда не угадаешь. Ну, каждый раз получается все вкуснее и вкуснее. Сегодня классненько, да, так получилось? Ну, как вкусно. Не могу дорадоваться цветочкам. Кстати, Полина, ты не хотела бы стишок рассказать папе? Еще раз, а я поснимаю. Не хочешь? Полина выучила стих большой на латышском. За полчаса, мне кажется. Ну, давай, не хочешь? Очень быстро. Расскажи. А покажи-ка свою дверь в комнату. Вот так. Вот она и то, что у нас. У нас хайлайн. Полина, приятного аппетита. Максимка уже покушал. Салат он не ест. Все. Ням-ням. Хочешь будьте к лососям? Нет. Это очень близко, это двинься. Снимай. Снимай. Ну, снимай. А? Так я снимаю. Ты снимаешь? Да. Куда мне еще? На подоконнике? Снимай. Да. Нормально? Да. Короче, смотрите. У нас. Я включу свой будильник. Пол двенадцатого. Дети все спят. Максимка завтра поет в садик. Опять же до обеда. А знаете почему? Кто одевает? Не знаю. Не я. А знаете почему? Потому что. Потому что. У нас в садике. Вот сегодня было так. Что. Воспитательница была. И была нянечка. После обеда. Воспитательница уходит. В другой садик работать. А нянечка остается. И она просто смотрит за детьми. Получается так, что. Правильно, Заря? Говорите, пожалуйста, Кромыч. Получается так, что. До сих пор в садике не могут найти воспитательницу. Ну, это не только в нашей группе. И не только в нашем садике. Да. Да. И получается так, что. Детей должны готовить. В садике должна быть такая дошкольная программа. И получается, что пока в садике не может найти воспитательницу, наших детей, друзья, никто не готовит. Понимаете? Не, ну, почему сейчас кто-то заменяет, готовит хоть как-то, как могут. Ну, как могут, понимаешь? Вот так вот. Так что и Мак... Не, ну, Макс идет без удовольствия. А последний, нечего его мучить. Я не знаю. Ну, скоро каникулы, да? На следующей неделе. Да. Потому что он отдохнет. И как-то с новыми силами пойдет. Но когда ему говоришь, я перебью, извините, пожалуйста, что, ну, ты, типа, спать в саду не будешь, он бежит с радостью. Вот сегодня утро он пошел с радостью в садик, тогда, когда он узнал, что мы его забираем до сна. Да, он именно спать не хочет. Руку дал, бузьку дал, полетел, все. Как только мы говорим, что он там будет в садике целый день до пяти, значит, начинается... Ну, как бы, да. У нас нет такой потребности, что нужно ребенку там на целый день оставлять. Ему очень нравится там играть, заниматься, гулять и общаться с его друзьями, а спать не нравится. Почему? Я не знаю. Я вообще в садик не ходила практически, мама может... Я знаю, сейчас такой геморрой происходит в садиках и в школах, мне кажется, такой просто бред. Что-то кто-то делает неправильно, реально. Да, в некоторых школах опять проверки пошли, и очень многие классы остались без своих учителей. Я слышал, по Латвии есть такое, что один педагог чуть ли не по зуму, например, какой-то предмет, ну, не знаю, возьмем там, ну, вот, химию, да, там нет учителя, все. Я слышал, что во многих школах и по зуму проводят один учитель многим школам сразу нескольким классом, потому что выхода нет. Капец просто. Да, поувольняли хороших педагогов. Из-за того, что они не сдали экзамен по латвийскому языку. Они, может быть, даже и знают язык очень хорошо, но просто не сдали. Ну, мы уже про это говорили сто раз переговорено уже, что не все латыши этот экзамен сдадут. Да, но главное, знаете что, что новых специалистов не найти. Нет. Потому что очень маленький процент тех людей, кто хочет идти учиться на воспитателя или на учителя. Почему? Потому что очень маленькие зарплаты и очень большая ответственность. Большая ответственность и геморрой. Вот заходит. Так что все, давайте на этой позитивной ноте. Вы там напишите нам в комментариях, как у вас в других городах с этим, в садах, в школах. Были уже проверки или нет? Как у вас там происходит? Будем заканчивать видосик. Так что подписываемся, ставим пальчики вверх и с вами увидимся в другой день. Пока-пока.